МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Рыболовство в арктической зоне, закрытие зимника и вакцинация от коронавирусной инфекции. Эти вопросы обсудили в ходе очередного оперативного совещания при главе региона. Дождались. В новостройку на Пионерской продолжают переселять жителей из ветхих и аварийных деревяшек. Всего же с начала года городу передали 57 квартир, а поселку Бугрино – две. С песней по жизни в нашем эфире расскажем о народном хоре Ивановой дочке из Неси. Артистки не только радуют концертами односельчан, но и выполняют важную миссию сохранения культуры Севера. Следственным комитетом Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению трех местных жителей в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса «Вымогательство», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствием установлено, что весной 2020 года обвиняемые в ходе телефонных звонков и при личных встречах с представителями коммерческой организации под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию, требовали передать им денежные средства в размере более 39 миллионов рублей. В ходе переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 25 миллионов рублей. При этом руководство организации, опасаясь подрыва деловой репутации, обратилось в органы безопасности. При передаче первой части денежных средств в сумме 10 миллионов рублей обвиняемых задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Новая программа развития Арктики до 2024 года утверждена российским правительством. Ее реализация потребует 19,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Объем бюджетных вливаний в Арктику уже в этом году составит более 3 миллиардов рублей. Согласно документу, к концу 2024 года государство рассчитывает привлечь для развития Арктической зоны 320 резидентов, от которых ожидают инвестиций на 63 миллиарда рублей и создание не менее 30 тысяч рабочих мест. Таких показателей правительство планирует достичь за счет мер государственной поддержки. Средства программы будут направляться на субсидирование пониженных ставок, страховых взносов и льготных кредитов по 2%. Предполагается, что наиболее дорогостоящей должна стать компенсация резидентам части затрат на создание инфраструктуры. По предварительной оценке, бюджетные траты в ближайшие три года составят около 13 миллиардов. В начале апреля стартовала сезонная экспедиция «Север-2021» для мониторинга экологии Арктики. Специалисты изучат ледники, реки и озера в Арктической зоне. Полученные данные будут использоваться для дальнейшего прогнозирования. За минувшие сутки в Заполярье зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ниньскому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 1092 подтвержденных случая заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровел один пациент. На сегодняшний день на лечении находится 21 пациент. Из них в стационаре получают лечение 5 человек, на амбулаторном лечении 16. Напоминаем, что в Ниньском автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Посты эпидконтроля в аэропорту и на Лаевожской дороге сняты. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Рыболовство в арктической зоне, увеличение выплат на детей и вакцинация от коронавирусной инфекции. Эти вопросы обсудили в ходе очередного оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Первый вопрос касался ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения Елена Левина рассказала о текущей обстановке в регионе. Так, на сегодняшний день в Ниньцком округе регистрируется 1-2 случая в сутки. Привито 1700 человек в регионе. Вакцина, которая поступила за той неделю, у нас вся распределена. Остаток составляет, буквально час назад снимала, 215 доз. Также в ближайшее время ожидается поставка в регион 8100 доз. Вакцинировать надо прямо сейчас. Поэтому добейтесь, чтобы в самое ближайшее время вакцина была у нас. И расписали эту вакцину. И все желающие могли привиться. И начнем с чиновников. Коллеги, я вас очень прошу, задайте вопрос в своих подразделениях. Кто вакцинировался, а кто еще не вакцинировался. Поговорили и о соцподдержке. Что касается выплат на детей от 3 до 7 лет, то с 1 апреля можно подать заявление о перерасчете размера этой выплаты. Теперь при назначении пособия будет учитываться не только доход, но и наличие у членов семьи отдельных видов имущества. Выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Для нас очень важно, чтобы люди не через тернии проходили, чтобы получить эту выплату. Они должны заявиться. Все остальные справки мы должны помочь собрать. А лучше еще запросить в налоговой по межведу и принять решение, выплачивать, не выплачивать. Но очевидно, что выплачивать, если ниже прожиточного минимума. В основном граждане обращаются через портал Госуслуг. На сегодняшний день принято более 200 заявлений. Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону, который вы видите на своих экранах. Следующий вопрос касался досрочного закрытия зимника на Ринмарусинск из-за погодных условий. Такое решение было принято по результатам выезда на временную трассу экспертной группы. Я считаю, что до 12.04 зимник простоит, дальше даем объявление в газету и закрываем его. Потому что снея практически нету коих-девять на голой тумбе. О изменениях в правилах рыболовства доложил Альберт Чабдаров. По его словам, 90% правок были одобрены в Росрыболовстве. К примеру, суточная норма частиковых пород рыб, таких как окуня, платвы, налима, язя, ерша, будет отменена. Кроме того, по оленеводству у нас было ограничение, что только представители КМНС, относящиеся к оленеводам, могли осуществлять традиционный лов в местах кочевий. Но сейчас мы снимаем это ограничение, потому что понимаем, что оленеводством у нас занимаются гораздо более широкие крупные национальности. И тем более разрешаем оленеводам осуществлять традиционный лов на территории наших региональных ООПТ. Это был запрос от оленевод, это запрос от КМНС, также поддержано полностью. Кроме того, пакетом предложений, направленных в федеральное ведомство, предусматривается отмена штрафов для граждан, находящихся в местах, где добыча рыбы запрещена, если их орудия лова зачехлены. Самой главной инициативой пакета поправок стало увеличение количества участков для любительского лова семги, сега и ряпушки. Первые из них должны появиться в округе уже через год. Цена путевки будет устанавливаться округом. В конце заседания обсудили предстоящие мероприятия, которые пройдут с 9 по 11 апреля. На сегодняшний момент труд занимается подготовкой. Пройдут они в районе, уже всем известным, привычным, это в районе лыжероллерной базы трассы. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент высокая степень готовности и приглашаем всех желающих принять участие. Возможность будет сдать еще и нормативы ГТО. По предварительным данным, мероприятие планируют посетить более 1800 жителей региона. На Харьяге открыли новый вахтовый поселок. За рубеж нефть, добыча Харьяга. Как сообщил в своем телеграм-канале глава НАО Юрий Бездудный, поселок получил название «Северный ветер», который выбрали сами вахтовики по итогам голосования. В вахтовом поселке обустроены общежития, столовая и спортивный оздоровительный комплекс. Здесь есть все, чтобы работники чувствовали себя как дома. Есть медпункт с современным оборудованием и отдельным обсерватором на случай COVID-19, написал губернатор округа. Юрий Бездудный отметил, что компания не допустила распространения коронавируса на своих промыслах. Это, по его мнению, говорит о высокой ответственности и заботе о своих работниках и о жителях территории, на которой ведется производственная деятельность. Обновление автопарка. На замену отслужившей техники в Наринмар привезли новые погрузчики. Месяц назад были доставлены самосвалы. Теперь же автопарк пополнился новой техникой. Мы убедились, что это очень качественная отечественная техника, которая позволяет нашим коммунальщикам очень хорошо содержать. Потому что мы считаем, что живя на Крайнем Севере, люди должны жить не хуже, чем в центральной полосе, а намного лучше. Соответственно, эта техника позволяет эксплуатировать все наши дороги, содержать их в должном качестве. Кроме того, мы получили комплект навесного оборудования, который позволит проводить дорожные ремонты. Буквально через два дня подойдут также щетки для уборки города. И мы, в принципе, уже готовимся к уборке содержания города в весенний-осенний период. Автомобили приобрели в рамках программы обновления парка коммунальной техники чистого города. Погрузчики пришли на замену имеющимся МКСМ-кам, которые уже отслужили свое. Эта техника может воспринимать широкий спектр ремонтно-строительных и коммунальных работ. По многим функционально-техническим параметрам она превосходит имеющуюся в наличии технику, такие как маневренность, грузоподъемность, проходимость и ремонтная пригодность. Также в ближайшее время ожидается бункерно-щеточное оборудование, которое идет в комплекте с новой техникой. А уже в середине июня в Наринмар будет доставлена специальная машина для нанесения разметки на дорогах. В Ниньском округе продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. С начала года городу передали 57 квартир, а поселку Бугрино – 2. О том, как проходит новоселье на Пионерской-3, расскажет Елизавета Кабанова. Более пяти лет ожидания, и вот Андрей Прокутин заходит в свою новую квартиру. Атмосфера переезда еще не покинула стены его жилья. Коробки и мешки с вещами. Некоторая бытовая техника пока не распакована. Часть мебели все еще находится в старом доме. Акт был у нас на старой квартире 70%, что непригодно для жилья. Это с 2013 года еще на 70% было. И вот с этого момента, до сегодняшнего дня, да, мы ждали. Проживала семья Прокудиных на Пионерской-19. Условия в старой квартире были ужасные. Холодные полы, постоянные мелкие ремонтные работы, чтобы хоть как-то улучшить состояние помещения. В новой квартире все в разы лучше. Великолепные. Во-первых, для ребенка-инвалида моей дочери ванна. Это дает возможность ей самостоятельно приводить себя в порядок, мыться. Газооборудование хорошее, газовый котелок. Полы с подогревом, собственная лоджия, где можно подышать свежим воздухом, не выходя за пределы квартиры. Документы на переселение Андрей Прокудин подготавливал еще с лета прошлого года. А с осени 2020-го его семья ждала, когда они наконец-то смогут зайти в свою новую, теплую квартиру. Проверил состояние квартир и губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Он пообщался с новоселами, а также вручил им небольшие подарки. В новый дом на Пионерской заехало много семей, у которых условия проживания в их прошлых квартирах не соответствовало нормам. Теперь у них в домах тепло и уютно. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Дважды в год студенты средних профессиональных учебных заведений Наринмара смогут получать именные стипендии сенатора от Ненецкого округа Дениса Гусева. Положение о проведении конкурса обсудили с директорами учебных заведений. Александра Литкова продолжит. За достижения в учебе, спорте и активную общественную работу. По этим трём номинациям 27 студентов средних специальных учебных заведений округа смогут претендовать на именные стипендии после каждого семестра. Самое замечательное то, что не только учеба рассматривается у студента, а это его достижения в общественной работе, в добровольчестве, которое сегодня мы развиваем очень активно. Это работа с общественными формированиями и, несомненно, спорт. Спорт, здоровый образ жизни. Не только сам занимаешься спортом, ещё и пропагандируешь, вовлекаешь в эту работу других. И, конечно, это будет стимулировать ребят ещё больше. В каждом из трёх окружных образовательных учреждений на стипендию смогут претендовать 9 человек, решение о назначении которой будет рассматривать специальная комиссия. Решение о назначении стипендий будет принимать комиссия, где участие будут принимать как студенты в состав ходить, так и родители студентов. Это очень важно, и эта стипендия будет в рамках семестра, и уже каждый семест мы будем рассматривать заново. Кто тут подтвердит свою квалификацию, быть лучшим по этим направлениям, дальше получать стипендию. Сенатор также отметил, что дополнительное денежное поощрение будет мотивировать студентов не только к занятиям спортом, но и к получению и расширению знаний. Мы должны стимулировать молодёжь на то, чтобы получала образование, были квалифицированные. И это очень связано с тем, что реализация сейчас крупных проектов начинается на территории округа, нефтегазовых и нефтехимических. Поэтому для реализации этих проектов нужны сильно квалифицированные кадры, которые смогли бы конкурировать на равных с другими специалистами из других регионов. Добавлю, размер стипендии составит от одной до трёх тысяч рублей и будет выплачиваться единовременно за счёт личных средств сенатора Российской Федерации от Ниньцкого округа Дениса Гусева. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Мастер-класс по кроссфиту. Офицеры войск Национальной гвардии приобщают детей к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту. Всем понятно? Есть ситуация паспорта? Почувствует плохо упражнения, а постанавливается. Понятно? Занятия по кроссфиту и основам строевой подготовки офицеры регионального управления Росгвардии провели в подшефном 5-м В-классе средней школы посёлка Искателей. Цель занятий – приобщение школьников к занятиям физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Кроссфит – это система физической подготовки, сочетающая упражнения на силу, скорость и выносливость. Мы специально адаптировали нагрузку для детей и контролировали правильность выполнения комплекса. В дальнейшем ребята сами могут по желанию увеличить количество подходов и время их выполнения. Перед выполнением комплекса, включающего отжимания от пола, челночный бег, упражнения на пресс и приседания, спортсмены в погонах провели для ребят увлекательную разминку. Это упражнение нужно для вас, для развития вашей силы, выносливости, а также, чтобы вы понимали, что такое слововые упражнения. Разученные строевые приемы пригодятся школьникам в преддверии празднования 76-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Александра Литкова, Сергей Шарун, Телеканал «Север». С песней по жизни наш следующий материал о народном хоре Ивановой дочке «Изнеси». Артистки не только радуют концертами односельчан, но и выполняют важную миссию сохранения культуры Севера. Алина Ваучейская продолжит. Приспросим, помогаем. Даже к обычной репетиции несянки готовятся как к торжеству. Ведь если поешь, на душе всегда праздник. К внешнему виду в народном хоре Ивановой дочке относятся строго. Встречают ведь, как известно, по одежке. Поэтому в гардеробе артисток несколько концертных костюмов. Они у нас, наверное, самые любимые. Жилеточки такие, это чисто как северные. Но вот это у нас, как говорится, голубизна – это небо. А волны на подоле – морское побережье. Каждый костюм, как картина, на которой отражены природные явления и обитатели Канинской тундры. Так и в песнях Ивановы дочки поют о любви до родном крайнем севере. Весь овень и солнце носят на своих рогах. Приезжайте, приезжайте, троярство смотри. Аккомпанирует хористкам единственный в коллективе мужчина Алексей Ваучейский. Уроженец Неси после окончания Архангельского колледжа культуры и искусства успел поработать с творческими коллективами в Пинежском районе. В 2018-м вернулся в родное село. И уже три года помогает Ивановым дочкам готовиться к концертам и гастролям. Требуем, спрашиваем, если налогоняем. Если какие-то ответственные мероприятия, то по-много раз выходят на сцену. Это дорогого, конечно, стоит. Интересно работать и отдушина в свое время. И как-то познаешь новые песни, новые возможности. То есть того, чего не подозревал, скажем, примерно. Вдохновляет и помогает творить несянкам Надежда Красильникова. В прошлом музыкальный руководитель детского сада, а сегодня хор-мейстер Ивановых дочек, посвятила вокалу и песням 32 года. Дружный коллектив за это время успел объездить не только село Ненецкого округа. Артисток не раз приглашали на международные фестивали народной песни в Архангельске и Мизень. Причем на какой бы сцене ни выступали хористки, их всегда ценят за неповторимый стиль северного пения. А еще обязательно поинтересуются, почему Ивановы дочки. Все спрашивают, откуда появилось такое название. И мы всегда начинаем объяснять шутки. Мы говорим, что мы живем в маленьком селе, в маленькой деревушке жили. Из мужиков-то там был всего один Иван, так мы все Ивановы дочки. Вот это так шутим. А на самом деле, когда мы приехали в Коткино, в 1991 год, по-моему, это было, у нас в репертуаре была песня «Ох, Ивановы дочки». В репертуар Несянки выбирают эксклюзивные произведения. Это и старинные песни бабушек, плясовые, хороводные и даже современные песни на народный лад. А еще Ивановы дочки ставят театрализованные представления. Одним словом, песня «Здесь, на Седом Канине» и строить, и жить помогает, и не дает скучать. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», село Несненецкий округ. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова